Личность. Личность. А какой там подзакаловок? Все три измерения. Вот. Значит, про что я хотел вам рассказать? С чего начиналась методология мышления? Методология как таковая. Она начиналась с психологии, потому что методология это то, что в двух вещах. Методология про что? Это про то, как мы познаем мир, как мы его моделируем. Соответственно, это психический процесс моделирования. Поэтому так важно знать нейрофизиологию и прочие все вещи, для того, чтобы понимать, как рисунок мира так выстраивается в наших головах. И второе. Почему для методологии человек важен? Потому что он представляет собой сложную, открытую систему. Большинство систем, с которыми мы имеем дело, они условно закрытые. Если вы возьмете какую-то научную теорию, в ней есть набор неких постулатов, неких открытий, из которых, собственно говоря, все это здание выстраивается. Если вы возьмете экономику, как неудивительно, это тоже достаточно такая закрытая система. Есть набор каких-то ресурсов, собственников, потребителей, производителей и так далее, денежного обмена, акции, биржи и так далее. Сложная, но закрытая система. Она, конечно, условно закрытая, потому что вы можете обнаружить что-то, что разрушит ваше нынешнее представление о науке, будет новая парадигма какая-то. Может случиться что-то в экономике, что убьет экономику как таковую, и возникнет что-то другое на этом. Ну, сложно представить, но можно так теоретически думать, что это возможно. Вот. Человек – это система открытая, потому что мы не понимаем границ. Причем в таком широком смысле не понимаем границ. Начиная вот от солипсизма такого полного, да, что вот все, чем я имею дело, есть продукт моего мышления, сознания, мозга и так далее, как угодно. Ну, просто этой всей физиологии раньше не было, и у Фихта, например, солипсизм просто такой чисто психологического характера. Вот. Это одно. А второе, то есть вот нету границ, непонятно, где я начинаю, где я заканчиваюсь. Ну, то есть вот, условно говоря, заканчиваюсь ли я на самом себе, если я есть отношения с другими людьми. То есть, соответственно, эти другие люди, есть часть меня, и мы физически ощущаем их пропадание, когда с ними что-то, они уходят куда-то. Вот. Поэтому, вот, непонятно. И второе – это самые разные системы, потому что, условно говоря, то, как мы думаем, относится к миру интеллектуальной функции. То есть, там есть слова, знаки, значения, какие-то дискурсы, какие-то концепции, там, и так далее, и так далее, мировоззрение. Вот. А есть, условно говоря, наша биология. Вот. Есть бактерии, живущие в нас в огромном количестве. Вот. Вот. Бактерии, живущие в нас – это мы или не мы? Вот. Но если их убрать, то у нас не будет. Вот. А если с ними что-то пойдет не так, то у нас может случиться депрессия. Вот. Ну, странно все. Да? Поэтому система такая, которая… Здесь нету каких-то изначальных таких водных, на которых бы все выстраивалось. Есть нечто, что мы пытаемся как-то объять. Вот. Поэтому методология, если говорить про нее, как мы про методологию, она начиналась с психологии, вот, именно в гносеологическом плане и вот в таком антропологическом, если угодно. Вот. Да. И вот, условно говоря, что я делал? Я осуществлял попытки, попытки думать несодержательно, значит, про то, с чем мы имеем дело, когда говорим про человека. Значит, ну, вот, один из вариантов, один из срезов, одна из точек входа – это, условно говоря, то, как мы себе представляем человека в нашем обыденном понимании. В нашем обыденном понимании человек – это не бактерии в его животе, не мозг в его голове, да? В нашем обыденном понимании человек – это вот нечто такое, что на самом деле является продуктом социализации. То есть мы приходим в этот мир биологическим существом, которое социализируется, значит, в процессе этой социализации формируются нервные связи, которые, по сути дела, потом начинают детерминировать, как бы сказать, наше поведение, ну, как бы наше социальное поведение, наш социальный, как бы, вот мир. Вот, значит, и если вот так просматривать, то, условно говоря, есть некто или нечто, такой нолик, который пришел в этот мир, представляем себе роды, в мир приходит нолик, ну, условный чистый лист, как мы знаем, вот. Дальше, значит, этот чистый лист начинает формировать большое количество связей социальных, вот, которые его самого определяют. Условно говоря, это наши родители, бабушки, дедушки, воспитательницы, учителя, потом товарищи, потом первую любовь, потом это все и так далее, и так далее, и так далее. И все это, значит, здесь вот выстраивается, потому что все друг другом так или иначе связано. Нам что-то сказали, это хорошо, это плохо, это человек хороший, это человек плохой, будь так, будь не так, это твоя мама, должен ее уважать, ну, вот, это твой папа должен уважать, хочешь, не хочешь, вот, и так далее. Значит, и это формировало вот эту, как бы сказать, нашу такую конструкцию, при которой мы обретали самих себя через набор социальных взаимодействий. Вот, но параллельно с этим мы, как бы, дурака не валяли, уже обезьяны умеют обманывать этих других людей, вот, не знаю, обезьяны не обманывают, не обманывают, наверное, тоже как-то могут обманывать. Вот, да, но людей точно умеют обманывать, когда знают, что человек поступает с ними несправедливо, в их мире обезьянь, вот, они знают, как его надурить, чтобы он, значит, как бы сказать, проиграл. Ну, вот, значит, что это такое? Это есть вот этот вот набор того, с чем мы идентифицируемся, да, значит, и в терминологии, которую я тогда использовал, это называлось «я отождествленные отношения». То есть, вот, я не мыслю себя иначе, как сыном своей матери, своего отца, как отцом своей, моей дочери, я не мыслю себя иначе, как, условно говоря, сотрудник, если я работаю в какой-то организации, я не мыслю себя иначе, как ученик в отношении с учителем, я не мыслю себя кем-то другим, как не пациентом во взаимодействии со врачом и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это конструкции, при которых во мне автоматически включаются вот эти все нажитые нейронные механизмы, которые заставляют меня вести себя специальным образом. Вот, то есть, условно говоря, мы, ну, в разной степени разности, с родителями и с друзьями, при этом ни с теми, ни с другими, мы специально ничего не делаем. Ну, то есть, мы, может, специально делаем, ну, то есть, условно говоря, мы не будем говорить родителям что-нибудь такое, чтобы их не расстроить. Ну, вот, но при этом мы не будем говорить именно потому, что мы ощущаем себя детьми, которые не должны расставить родителей. Вот, да, значит, с друзьями точно так же мы вступаем в эти я-отождественные отношения, мы не думаем, что, так, я встретил Васю, Вася, значит, в номенклатуре друг-товарищ-брат, друг, вот, и начинаем исполнять соответствующую роль. Мы встречаем Васю и говорим, пойдем дернем, так сказать. Вот, значит, это я-отождественные отношения. Ну, вот, значит, но есть вот эти вот штуки, какие-то другие, вот, которые мы постепенно начинаем осваивать, понимая, что где-то за пределами нас есть какие-то другие существа, есть какие-то другие существа, которые хотят нас видеть какими-то, или их какими, или для того, чтобы мы решили какие-то свои задачи. Он, условно говоря, значит, вот, условно говоря, есть рабочий отдел. Вот, вы приходите, устраиваете на работу, у вас есть начальник. А вы как к нему относитесь? Ну, начальник. А теперь вы работали с Васей, вот, и Васю назначили начальником, а вы остались тем, кто вы были. Значит, вот, что вы, вы же теперь начинаете играть роль подчиненного Васи, вот, хотя, возможно, находитесь в полной уверенности, что он самозванец, вот, значит, что-то там кому-то, значит, сделал, вот, приятное, вот, после чего, значит, получил соответствующую штуку. Вот, и вы изображаете себя подчиненного Васи, хотя себя таким не ощущаете. Вот, это может быть и в позитивном ключе, условно говоря. Вот, вы, доктор, вот, у вас онкологически больной на руках, вот, и, значит, вы уже внутренне его похоронили. Вообще, доктора быстро, они уже сообразили, что в целом, всем спасибо, и вот, тянем, так сказать, ищем точку приземления. Вот, вот, но при этом вы приходите к человеку, разговариваете с ним, он рассказывает вам про жизненные планы, вы эти офигенные планы, конечно, сделает обязательно. Вот, при этом, ну, понятно, что вы думаете. Вот, то есть, условно говоря, это я не отождествленные роли. То есть, я не отождествлен, не отождествлен. То есть, вот, я играю эту роль, я понимаю, что я ее исполняю, у меня при этом, как бы, сказать, ситуация задала мне, зачем мне, всегда ради каких-то целей. Здесь вы себя чувствуете сыном, дочерью не потому, что у вас есть цель чувствовать себя с сыном и дочерью, а здесь вы так себя чувствуете, потому что, если, потому что, чтобы больной не психовал, ну, вот, для того, чтобы Вася, так сказать, не устроил эту неприятную конфигурацию. То есть, здесь есть всегда какие-то цели, которые мы преследуем. Вот, значит, на самом деле мы можем определить, как бы сказать, и цели здесь, да вот, но они будут нами определены, как бы это сказать, ну, то есть, надо дойти до определенного уровня развития личности, чтобы понять, что эти роли, они, на самом деле, тоже фигня на постном масле. Вот, мы, конечно, можем себя, там, как бы, ощущать автоматически, там, я сейчас думаю, относятся к этому, есть матери рожают детей и не испытывают материнского чувства, как будто бы чужой ребенок, не их, как будто бы, вот, не формируется роль. Ну, я не про это сейчас, вот, я про то, что, значит, вот, в целом мы можем увидеть, что вот это все тоже не случайные штуки. Ну, то есть, условно говоря, почему мы подружились с Петей или с Машей, почему мы так взаимодействуем с матерью, с отцом, да, ну, как бы, потому что они формировали некие паттерны взаимодействия, мы этим паттерном для того, чтобы уклониться от осуждения, там, еще что-то, да, и так далее, мы можем увидеть там, но уже так рационализируя, ну, вот, так-то вы все равно автоматически, как бы, ощущаете себя соответствующим субъектом. Но постепенно и эти роли, которые у вас есть, как бы сказать, подвергнуты ревизии, ну, вот, вот, за ними тоже могут быть узреты цели, ну, вот, но в данном случае цели, как бы, совсем на поверхность, являются тем, что порождает, то, что порождает вот эти я неотразисленные роли, в данном случае тоже цели есть, но их можно, как бы, обнаружить, потому что это не вы их себе поставили, а так случилось, что они перед вами стояли. Что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем три уровня, вот, один из которых, вот, это вот существо, приходящее в этот мир, да, вот, нолик, вот, сущность такая, вот, которая потом будет как-то себя проявлять в социальных связях, да, и потом, которая как-то будет себя проявлять в решении жизненных задач, построение каких-то отношений деловых, личных, там, и так далее, для каких-то целей. Вот. Значит, если взглянуть сюда и спросить, вот это же все личность? Ну, вы когда, например, говорите, что человек двуличный, вы что имеете в виду? Что у него много я не отождествленных, вот, я не отождествленных ролей, да, вот, двуличный, вот, вы характеризуете его личность таким образом. Вот. А, условно говоря, если, когда вы говорите про человека, вы определяете его, как бы, так сказать, по тем ролевым функциям, в которых он находится. Он там, хороший друг, как бы, какой-то хороший сын, хорошая дочь, плохая дочь. Вот. Вы, все личность же, правильно, да? Вот. И еще вы подразумеваете, что там, за всем этим, есть и самое само, используя Лосева определение, самое само. Лосев, кстати, Алексей Федорович, Алексей Федорович, Алексей Федорович, Лосев, философ наш. Вот. Сущность, вот такая, душа, раньше говорили, потом душа, вот это, вот и не умрет, все умрет, а я, душа, по ней умрет. Вот. Экзистенция, когда стало понятно, что что-то все-таки помирает, видимо. Вот. Сущность, вот это все. Вот, да. Это вот нолик, который пришел, мы гипотетически предполагаем в нем нечто. Да, вот. Да. Значит, вот это все играется на автомате, это все играется после включения когнитивных дополнительных механизмов. То есть, как бы сказать, вот сущность будет у вас с вами, даже если вас не социализировать, а бросить, бросить мученицу львам, ребенка, волкам, пусть воспитывают. Вот. Все равно будет это что-то, что пришло в мир, да, вот. Это набор, условно говоря, безусловных рефлексов, вот, ну, они условные, вот, но такие, как бы, вам выданные, вот, и вы уже не можете по-другому. Нельзя, как бы, не испытывать, как бы, сыновьих или дочерних чувств. Ну, то есть, их можно не испытывать, но при этом можно, если у вас случится инфаркт, все это в мозгу, все, там сотрется эта запись, к вам приходит, вы такие, алло, это не знаете, кто это. А это пришли родственники. Вот, да, вот, а это с помощью когнитивных функций, сознательных, сознательных, рациональных. Надо с ним так и поточнее действовать и так далее. Ну вот, ну что, смотрите, да, это вот, как бы, биологический мозг, это, как бы, настроенный мозг, а это мозг, который, как бы, управляется с учетом целей, которые там изнутри лежат. Цели известны, выживание, иерархия, секс. Уловили проличность. И теперь мы с вами совершаем интереснейшее путешествие под названием «Красная таблетка чертоги разума Троица». Что я вам рассказывал про вашу личность на «Красной таблетке»? Что? Что там ветра на кухонной ценности. Да. А еще что рассказывал? Личности нет. Личности нет рассказывал, да. Что еще? Субличности есть в ситуации. Да, есть. Да. Что рассказывал? На самом деле, самое главное нужно было понять на «Красной таблетке» про нашу личность. Вот. Это то, что у нас с вами есть, как бы, психи... Ну, мозг. Мозг. Который производит разные штуки, включая представление о нашей личности. Значит, как он из этого исходит? Он исходит, потому что у него есть куча условных связей, детерминированных. У него есть куча целей, которые он преследует, как это самое само, находящееся в разных ситуациях, играющие соответствующие роли. То есть, условно говоря, в «Красной таблетке» мы посмотрели и говорим, Господи, мы с вами, значит, соответственно, думаем, что у нас есть какая-то личность. А что это такое? Задаваясь вы вопросом, до перехода на «Красную таблетку» вы не спрашивали, что такое личность. Да? Мне очень нравится. Соня посмотрела, ей было лет девять, наверное, она посмотрела «Ханну Монтану», какой был сериал. И она такая говорит, что-то, я говорю, что-то мы должны это делать. Она говорит, нет, я хочу быть самой собой. Как эта героиня рвала на себе, видимо, тельник и говорила, что самое главное – это быть самой собой. Ну вот, на вопрос, что это самое само, вопрос Александр Федорович разводит руками. Неизвестно. Ну вот, да, у нас есть какая-то конструкция, что у нас есть наше самое само, которая предполагает, что у нас есть личность. Но, как выясняется, личность не есть центр принятия решений, да, вот, поведение наше зависит от ситуации, не от мировоззренческих установок, вот. Ну и вообще она, как бы, занимается объяснением того, что с нами происходит, и является всегда вторичной. Значит, соответственно, до «Красной таблетки» мы должны были задуматься, что мы имеем в виду, когда говорим «Личность». Задумались, что вы имеете в виду? Серьезно. Это мне еще рано. Вот, да. И мы задумались и поняли, что то, что мы обычно думали, было приступом Барнахель-Мясмы. Ну вот. Значит, после этого мы с вами пошли на чертоги, ну вот, и снова я вам говорил, вы никогда не избавились от этого ощущения, что у вас личность есть. Да? Что есть вы. Да? Почему? Потому что вы, как социальные существа, включены в сложный социальный контекст. Значит, вот, собственно говоря, что задача была на чертогах. В отношении личности мы снова вернулись к этой теме. Мы увидели, что мы есть точка пересечения от тех отношений, в которых мы находимся с другими людьми. Они находятся вот в каких-то этих, и вот этот результирующий вектор и есть мы с вами, да? Если у нас убирать из этой штуки, убирать какие-то отдельные блоки, мы будем терять соответствующие части нашей личности. Вот. Если, условно говоря, вы в принципе теряете все эти фактические отношения, не то, что вы про них думаете, а именно фактические отношения. Вот, если вы возьмете какого-нибудь классического, хорошего, сумасшедшего, вот, то он что? Вот, он подменяет, как бы, все свои социальные фактические связи выдуманными. Он там, например, что все заговори, там, то, все, пятое, десятое. Это, ну, это на самом деле, это выдуманное. Его личность превращается в хлам. Ну, как бы, он и сам не понимает, что у него ее раздвоение. Ну, нету никакого раздвоения, но, в общем, есть шиза. Вот. Множится. Вот, да, значит, нету. Значит, и мы на чертогах разума увидели, что действительно есть что-то. Но и есть в реальности, как нечто. Но это нечто, не какая-то там концепция, не какое-то представление, не конкретные роли, да? Это нечто, есть вот то, что мы представляем собой, как вот это, знаете, Гулливер такой, есть такая картинка знаменитая. Гулливер такой лежит, би-би-би, вот, он куда-то был в страну лилипутов, выкинули, и они такие сидят, и все его повязали. И он такой лежит, и не может ходить. А встает, и потом из корабли он как-то тоже вазюкал. Вот, да, вот мы вот это существо, которое не может двинуться, не задев никакие социальные связи. Мы действуем как-то, потому что эти социальные связи у нас есть, да? Ну, там, условно говоря, вот вы представьте, вы поженихались, что бы это ни значило, да? Вот, значит, еще вчера, вот, вы могли как-то рассуждать, что, а, ну, ну, на-на, мальчишники, девичники, туда, из стриптиз-бара, туда, из этого, эти, как их, пожарные изображают, на девичнике. Я не знаю, как делается, но у меня не было. Вот, ну, там, значит, еще можно, ну, вот, а как раз, да, и все, любое движение уже, потому что изменилось отношение, да, мы вошли в какое-то совершенно другое состояние, вот, которое нас как-то ограничивает. Все до поры до времени, как мы теперь знаем, вот, ну, неважно. Вот, короче говоря, короче говоря, мы, наше поведение полностью детерминировано тех отношений. Почему вы приходите на работу? Ну, вы же не приходите на работу из-за того, чтобы заработать денег. Ну, по идее, вы, конечно, для этого приходите, но вы приходите почему? Потому что, значит, представьте, вы лежите, жена лежит или муж, вот, у вас работа, и вы не приходите. Уже к вам вопросы, да? И вы думаете, ну, пойду, ну, вот, потом приходят, там вас ждут, вы в курсе, потому что, так, вы решили не пойти, смотрите на телефоны, а он зазвонит, и что вам там скажут. Ну, вот, то есть, вот, вроде бы работа, да, ну, вот, а на самом деле вы, как гунувер, вы в этих социальных отношениях совершаете движение, да, вот. Только здесь они его обезвиживали, а там они его движут. Вот, вот, и поэтому ходите вы на работу из-за других людей, потому что эти другие люди находятся с вами в отношениях, которые вы на себе ощущаете, и которые вы... Что это такое, мы сказать не можем, что это за отношения, вот, и даже если мы пытаемся их описывать, мы провалимся в какую-то неловкость, да? Ну, что за отношения у меня с начальником, что я должен прийти на работу? То, что он не начальник или что? Но мне некомфортно, если я не приду на работу, и он мне позвонит и скажет, где моя задница, а? Вот. Поэтому, что? Все. Вот. И, представьте, да, мы сначала с вами встретились с мифом о личности на красной таблетке. Взглянули на него и увидели, что это просто ширма, на которой красиво написано «хочу быть самим собой», «полюби самого себя». Я все время говорю, что это делать нехитрое. Зачем так усложняют этот процесс, если хотят полюбить себя, и это делается быстро и без проблем. Вот. Что я по поводу этого так речи разговариваю? Короче говоря, ширма и все. После того, как мы снесли ширму, мы выяснили, что ого-го, ширму-то мы снесли, то есть представили, но там мы обнаружили действительную реальность нас. И дальше мы, после того, как это все случилось, пошли на троицу. Здесь мы увидели ширму, здесь мы увидели фактические связи, которые нас порождают, а здесь мы увидели наблюдатель. Мы увидели себя как наблюдателей. Потому что что такое троица? Троица – это там, где вы узнаете, что то, как вы видите мир, есть исключительно ваша собственная галлюцинация. И когда вы общаетесь с другим человеком и находитесь в полной уверенности, что он видит мир так же, у вас просто немножко не в себе. Значит, да, на самом деле на троице мы обнаруживаем, убрали ширму, нашли реальность, и из этой реальности, оказывается, есть взгляд. Очень специфический, очень особенный, который делает мир разным. Наблюдатель делает мир таким, как тем он его видит. Ну, то есть, условно говоря, представьте себе, что у вас, я сейчас как аналогию, да, значит, у вас есть, вот, у вас кто-то заболел из родственников. Вы наблюдатель. Вы наблюдаете родственника больного, врача, который что-то говорит и так далее, и смотрите на это недоумение. Теперь тот же ваш больной родственник, но вы врач. Вы смотрите, и все, у вас видите уже по-другому. Да? Вот. А теперь у вас больной родственник, и он врач. И это три разные картины. Они вроде бы про одно и то же, все, я не поменял никаких ингредиентов, да? Ну, вот, но это разное, потому что когда у вас родственник заболел, врач ходит, и все, вы говорите, может что-то творится, и так далее. Если бы вы пришли, у вас родственник заболел, вы врач, вы посмотрели, знаете, о-о-о-о, да, вот. Рак. А потом вы врач, и вы себе диагностировали рак. Ну, да? Разный? Разный наблюдатель. Разный наблюдатель делает разный мир. Вот. Вот что вы делаете на троице. Вы обнаружили себя творцом мира. Да? Как вы обнаруживаете? Смотрите, как другой воспринимает. Видите, что он воспринимает это совсем не так, как вы видите. Видите, и оказывается, что вы несете ответственность за то, что происходит в вашем мире, и потому что это вы его таким наградили. Да? То есть вы вроде бы, мы убивали личность. И мы как бы к ней вернулись. Настоящая, так сказать, философская диалектика. Неваживаю. Но это самая, самая большая ирония, что она, мы начинаем с того, чтобы разрушить это все, для того, чтобы вы обнаружили, что у вас есть это я без я, которые делают вот, и это ваше, от начала и до конца. Потому что, не потому что у вас есть воля, или там еще что-то, а потому что природа пошутила над вами. Над всеми нами. У нее была шутка. Шутка юмора. Вот. Она посмотрела, что бывают мозги. Ну, она сначала создала их, потом посмотрела, видимо, они. И сказала, сказала природа, говорит, значит, где у него есть нервные клетки, у мозга? Серые клеточки. Где находятся серые клеточки? В коре это в хорошем раскладе. Большая часть находится в моржечке. 50%. Вот. Оставшиеся 25 делят между собой что? Кора, все правильно, и подкорка. Вот эти так называемые подкорковые ядра. Если вы разрежете мозги, то увидите, что так вот серое вещество, потом белое вещество, и потом, соответственно, серое вещество, которое составляет, собственно говоря, ваш подкоркивание всей структуры, ствол. Там есть серое, и вокруг белое. Белое это что такое? Это просто связи, да, отросточки. То есть, если в этих зонах находится вот это вот... Смотрели книжку «Как устроен мозг?» Я придумал, как рисовать нейроны, там такие бам-бам-бам, вот, такие веселые. Да. В общем, короче говоря, тела серой клеточки вот здесь, вот здесь, а вот эти вот связи, они вот, собственно говоря, вот здесь и есть. А теперь смотрите, почему природа шутит. Потому что есть связи вот этих клеточек, у них есть вот эти ножки, аксоны, которые идут куда? В подкорку. А здесь есть серые клеточки, такие же, у которых связи идут куда? В кору. Смотрите, получается, движение, как это, встречное, не, ничего, встречное, машины как бы едут. И теперь представьте, что это автобан, да, и едут импульсы, которые едут одни из города А в город Б, из города Кара в город Подкорка, и другие едут из города Подкорка в городу Кору. И они туда едут, неся соответствующий месседж. Какой месседж мы будем нести, если мы выехали из города Кара в город Подкорка? Ну, какой-то из формально логический, потому что в Каре там знаки, значения, все переструктурировано, наведем порядок, все понятно, как действовать. И едем, и наводим порядок в городе Подкорка, где живут совсем другие личности, вот. Которые в целом видели в гробу вот это все, вот, они древние, они вот это вот, и дико-реактивные. Ну, потому что туда вообще, там проходят, так сказать, короткие пути. Все сначала туда, а потом уже как-то везет. И они такие, едут в город Кара. Ну, вот. В Каре, если оттуда приехали, ну, вот, они же в кору-то такие, как бы, им приехали, они такие, о-о-о-о. И начинают сразу, старший приехал, брат. Ну, вот. Да, и вот это все. И вот у кого-то ездят все время из коры в Подкорку, а у кого-то из Подкорки в кору. Создавая таким образом мыслителей и художников по Ивану Петровичу Ёлки-Палки Павлова. Да? Вот. Да, значит, соответственно, разные миры будут у этих наблюдателей. Одни смотрят из города Кара, другие смотрят из города Подкорка, вот. И миры их разные. А для одних мир полон впечатлений, ощущений, чувствований, всяческого нервного психа, вот, страстей, вот это вот, буйства красок. Я иногда удивляю, что есть люди, которые могут смотреть на какой-нибудь закат, и не думая про то, что это закат, и это должно быть красиво, думают, чувствуют, ай-яй-яй. Для меня загадка. Ну, то есть, я вижу, что. Ну, я вообще не вижу, ну, что-то есть, ну, оно входит, заходит, задача такая. Вот. Иногда бывает странный цвет. И вот. Но, а есть, и тут... Что случилось? Все, это ощущение, все, кто-то умер. Ну, вот. Красота какая. Прямо в короткий путь вошел, так сказать, в Подкорку, и из Подкорки выехал в... Просулся со страшной силой, и в коре уже начинают сочинять стихи, что это закат был лучший, как, так сказать, и так далее. Да. Вот. Значит, соответственно, разные, представляете вы, генерации в этом деле миры. И теперь наша задача понять. Ну, и есть вот типа срединный тип, который сбалансированный, туда-сюда гоняется, это электричество с равным, так сказать, успехом. И, соответственно, вот что является квинтесенцией, так сказать, социальные отношения, вот, потому что это то, что мы воспринимаем, это то, о чем мы думаем, вот. Потому что думать можно про все, что угодно. Понимаете? Чувствовать можно по любому поводу, да? А когда надо и думать, и чувствовать, это про других людей. Как это ни парадоксально. Вот. Значит, соответственно, и теперь вопрос, что у нас есть три наблюдателя. Значит, которые строят три разных мира. Итак, вопрос. Личность в трех измерениях. Личность конструктора или мыслителя, да? Личность рефлектора или художника. Личность центриста. Тире невротик, тире, черт знает, как угодно. Так. Разные ли эти личности? Да? В чем разница? В чем разница личности? Один больше анализирует, другой больше. Вы говорите про способы думать. Это действительно три разных способа думать. Значит, центрист думает о сущности, которую он вносит в те или иные предметы. Конструктор думает о закономерностях, которые связывают те или иные факты, явления. И рефлектор думает о образах, то есть, если это эйдосы, то тут это как ценностные переживания, как бы чувственная ценность. Вот. Да, значит, соответственно, это то, как они думают. А кто они, как наблюдатели? Вот это главная задача, что вы должны выяснить на Троице. Мир эйдосов. Личность. Этот вот. Что думают центристы, которые видят кругом одни сплошные эйдосы? Отношения они видят. Они видят душу. Понимаете? Поэтому она будет хорошая и плохая. Откуда нравственность-то, понимаете? Потому что вы видите не на личное поведение, да? Вы видите не собственное ощущение во взаимодействии. Вы видите некую вот душу, которую видят дети в игрушке, когда они ее, как бы сказать, наделяют соответствующее. Это мир душ. Так воспринимают мир господа невротики, господа центристы. Они видят в каждом человеке вот эту сущность, вот, которая, может быть, пострадала очень сильно, да? И стала, значит, вот плохой, покрылась. Но в глубине она чистая, как слеза младенца душа. Вот, значит, соответственно, вот, может быть, кальвинизм, например, возникнуть в голове невротика. Кальвинизм. Это одно из разновидностей протестантства, да? Значит, где постулируется, что души изначально бывают хорошие по идее. Ну, условно. То есть вы родились, чтобы все, как бы, и поэтому и денежки вам будут, и работать вы будете, и все. Или вы родились отребьем, и вообще просто... Кыш, 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 кыш. Ну, может так думать центрист? Нет. Но для конструктора очень закромерно. Эти же зарабатывают, а это отребьем. Какие души? Невротик провоцирует, 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 провоцирует самого себя. Он же не знает, ну, откуда, что такое увидеть сущность. Когда малыш хочет собаку друга, он чего хочет? Чтобы его понимали. А кто его поймет? Он сам. Значит, все эти эйдесы распрекрасные, это проецирование своей души в других. А если у меня плохая душа? Не бывает такого. Есть моя хорошая. Никого я проецирую туда. И поэтому мне всегда все понятно. У меня вообще нету других миров. Но просто бывает, что испортилось. Ну, обстоятельства подвели, воспитание плохое, еще что-то. И, значит, вот, собственно говоря, если вы видите личность этого невротика, куча проекций самих себя во внешний мир, куча обстоятельств, которые... И это вот личность. Ходят и во всех самих себя вкладывают, и говорят, хорошие. Или вкладывают и говорят... Каков мир наблюдателя по фамилии конструктор? кто другие люди для него функции и набор закономерностей значит вот что такое конструктор ему объясняют что-то про все происходящее и он это проверяет как там теория и говорит проверено так и есть если значит отрибье то душа плохая если денежку зарабатывает душа хорошая все Бог так решил почему-то ну как бы вот и если здесь люди в себя как бы во все вкладывают и как бы они совсем тут разделяются то конструктор занимается тем его личность его личность определяется той формально-логической матрицей которую ему задали да поэтому конструктор может быть очень социальным ну как бы он может заполнять тест троица вот и считать себя дико социальным существом ты у него спрашиваешь дружище почему почему ты считаешься дико социальным существом ну как у меня целых пять знакомых я с каждым из них хотя бы раз в месяц общаюсь все же логично да общительный да и общается да есть пять это это понимаете три по было три вчера по пять это уже по три это толпа да формально-логическая конструкция не сравнивать например вот а у кого-то другого видимо сто пятьдесят человек да ну вот а вот мы посмотрели посчитали пять много да значит на самом деле не вполне так вот значит и эта матрица поэтому и человек например думает что вот он когда подошел и человеку сказал здравствуйте вот он все уже общительный он уже общается вот то что там в этот момент в ужасе отбежали потому что не надо орать на ухо здравствуйте вот имеет смысл что-нибудь выяснить перед этим вот да это нет да и конструктор бывает очень как бы сказать очень этически блистательным персонажем вот я вам скоро Витгенштейну сто тридцать лет и девяносто лет как ему профессора дали это доктор защитил луковософский тракт вот вот сто тридцать он был этиком высшей категории то есть просто все этические нормы какие только возможно были возведены в предельный абсолют то есть пришло богатство в наследство отказываюсь потому что я не заработал этично этично значит научную работу вот защищает тоже луковософский тракт он говорит напишите туда введение список литературы но это же будет подлог этично это защищать то что ты написал и то что ты думаешь а не вот выполнять что это какой-то странно написать список литературы к луковософскому трактату одну секунду задумайтесь это это было бы не этично это был бы явный подлог бронье там нету списка литературы поэтому идите все трипады ну вот там условно говоря все 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 проблемы философии это языковые игры соответственно надо минимизировать речь правильно соответственно кто делает доклад по этике больше трех минут тот совершает этическую поэтому берем кочергу и бьем по лбу правильно правильно и вот так во всем предельная этика кругом страдает толпа людей они линдали по башке кочергой они не знают как содержать его в Генштейн потому что он не берет денег несчастные родственники думают в ужасе куда этот псих поехал как бы его там чтобы его и друзья значит все которым вообще просто всем сказано что они просто Рассел там несчастлив вытаскивают из всех каких возможных задниц которые Вегенштейн взял он говорит так вообще просто всю философию предал и заживаешься мутью ну он там суфражист так поддерживал то все да он не течен только вокруг все страдают просто поголовно вот настолько и вот как бы все восхищались он помирает где одинокий в доме у своего врача понимаете довести до цугундера настолько всех изморить там включая до смерти потому что считали что скин он изморил даже вот да значит ну очень этично предельной так сказать красотой закономерности не фактические отношения что это это личность которая видит мир в котором здесь вот этот порядок который эта личность усмотрела да и который она вменяет миру да и мир рефлектора а это да мир этот конструктор это мир закономерностей закономерностей а это личность которая видит мир какой рефлектор видит мир ну ценность плохое слово потому что оно как раз какой рефлектор ну что-нибудь какой мир вы там чувственное какой вы мир наблюдаете да это мир как он отражается в вас то есть вы ощущаете его приходящим к вам и вызывающим разражение оно может быть хорошее и может быть плохое да закат разражение пришло все значит потом начинаете рефлектору рассказывать что-нибудь что он должен знать потому что это положено функциональным обязанностям вы его взяли на работу и говорите функциональные обязанности это он и смотрит как вы шевелите губами потому что это в нем отражается а вот всю вот эту муть которую вы несете не отражается в нем близко вот вы пошевелились он сказал понятно рефлектор не отражается а можно я сейчас что-нибудь произведу жизнедейки с какой-то или лучше даже не спрашивать а пойти и произвести правильно потому что столько насмотрелся на хлопающие губы это дико утомило и это мир вот этих впечатлений впечатлений значит соответственно если центрист проецирует себя в других если конструктор ходит с матрицей которую он накладывает на всех других такая знаете есть яблоко резко я все в детстве умилялся что яблоки разные а вот как-то они работают универсально вот да значит а рефлектор это личность откликов личность впечатлений вот и является ли эта личность непоследовательной конструктор катяет головой это предельно последовательная личность потому что и вы не можете даже думать что вы предъявите в этом отношении претензию потому что это предельная последовательность откликов приходит мир и мы на него откликаемся и она такая вот как бы то как откликается эта подкорка на эти раздражители и есть эта личность и есть такой наблюдатель да если у него как бы сказать вот это все розовые единороги вот это все такое значит это будет такая личность такие отклики на это откликается а то но может быть рефлектор например может быть совершенно например эмо он откликается на смерть на вот это все и так далее да и это его отклики это его как бы специфическое устройство как наблюдателя да и это последовательно только на уровне откликов на уровне чувствований рефлектор не будет сегодня единороги завтра эмо ну возрастные если мы как бы отметаем ну вот эти как бы но в всякий раз отвлекается на то что как бы значимо в референтной социальной среде так все последовательно я объясняю что наблюдатель просто некоторые думают что рефлекторы наблюдатель прыгает а у там центриста наблюдатель социальный нормальный это социальность если я во всех вижу самого себя ну просто разной степени качества ну социальность конечно но как бы сказать есть вопросы да ну вот и это мы можем говорить да что это ну знаете слово личность не люблю вот но это вот конструкторство конструкторность да вот это центричность вот рефлекторность вот так то есть это эти миры только кажутся со стороны если вы смотрите своим как бы привычным взором какими-то формальными здесь нету никакого формализма нет это 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 система видения обладающая вот такой как бы замкнутостью вот в ней все должно быть как бы упорядочено оно никогда не упорядочивается поэтому конструктору всегда весело жить он только пытается все развалится но он его не останавливает городить вот и именно в этом жести в этом жести установления порядка установления закономерности есть и разные потому что кто-то устанавливает закономерности там в области социальной политики будучи конструктором а кто-то устанавливает эти порядки там будучи математиком для которого вообще в принципе человеческий переживок как бы сказать человеке не существует вот даже как мыслеформы вот да значит вот идея ключевая троицы она состоит в том что вы можете увидеть вот эту как пускать этот это этого наблюдателя и из него понять что имеется в виду когда вы отвечаете на главный вопрос мышления что имеется в виду когда вы говорите про что когда вы говорите про как и когда вы говорите про зачем Представьте себя на секунду, что вы самого себя проецируете во все, как центрист Зачем вам закономерности? Зачем вам какая-то ценность и прекрасность? У вас есть что? У вас есть вот это то, что вы определяете, как нечто, находящееся в основе всего Универсальная человеческая душа Вы видите, одна и та же, все же, нет уже разных душ? Ну, если взять, да? У всех она, младенцы, почему? Они могут потом нагрешить, и они тогда уже будут потворчены Но все младенцы рождаются с одинаковыми, прекрасными душами И должны все торжественно удалиться, так сказать, если померли раньше времени Это предельное такое, как бы, вот Когда вы подходите к какому-то аспекту реальности, вы должны понимать, что там есть это Их, ведь нечто фундаментальное, универсальное, сущностное, настоящее Конструктор не видит это У него столько интересных векономерностей Что там есть настоящего в реальности? Вопрос Вот, для конструктора совсем он отвечает на вопрос как Значит, вот, он, как, что со всем связано Как, что со всем работает Как, что, зачем, почему это так и так далее Функционал, условно говоря, да? Рефлектор задает вопросом, зачем Он задается вопросом Ну, имеет ли это ценность? Потому что, если это имеет ценность, тогда он на это реагирует Если ценности не это, он скучает и переключается на то, что ему интересно И вот, если вы попробуете залезть вот эту шкуру У человека, у которого все понятно В шкуру человека, у которого все И в шкуру человека, у которого это должно отзываться В противном случае это не имеет ценности Все, так сказать Вы научитесь мышлению Вот такая у нас сегодня